70 лет назад, 12 августа 1952 года, произошло одно из самых трагических событий в истории российского и вообще мирового еврейства. Событие, вошедшее в историю под названием «Ночь убитых поэтов». Именно в этот день, в этот день на исходе лета, были казнены проходившие по делу о еврейском антифашистском комитете руководители этой организации, ее участники. Что такое еврейский антифашистский комитет? Я думаю, многие знают, но все-таки стоит напомнить, что еврейский антифашистский комитет был создан в начале Великой Отечественной войны, в январе 1942 года, по прямой инициативе Сталина. Тогда же были созданы несколько подобных организаций. Всеславянский комитет, который был создан для сотрудничества со славянским населением оккупированных стран и для помощи со стороны славянских диаспор, которые проживали там в США, в Западной Европе, там, например, поляков много было в США. Всемирный женский комитет «За мир» был создан. И вот еврейский антифашистский комитет, который был создан для того, чтобы заниматься сбором средств в помощь Красной Армии в местах проживания многочисленных и зажиточных состоятельных еврейских общин. То есть речь шла прежде всего о Соединенных Штатах, Великобритании, будущем Израиле, хотя там евреи были, конечно, победнее, ну и еще в какой-то степени, возможно, в Латинской Америке. Туда были кооптированы в этот еврейский комитет видные государственные деятели, ученые, представители искусства еврейского происхождения. Председателем был поставлен художественный руководитель государственного еврейского театра Соломон Михойлс. Также туда вошли писатели Илья Иренбург, Самуэл Маршак, русский физик по происхождению русский Капица, вот он единственный русский там был, академик-физиолог Лина Штерн, ну и там еще другие известные лица. И, естественно, что ведущие литераторы, которые писали на идиш и на еврейском языке, тоже туда вошли. Через год, в 43-м году, когда уже в войне наметился перелом, значит, в Верхах было принято решение, чтобы Михойлс поехал в Америку, в Англию и в Мексику еще для сбора средств для нужд Красной Армии у еврейского населения. И Михойлс поехал туда, провел такое турне, оно прошло с большим успехом. В Нью-Йорке выступал, потом в разных городах США, потом в Англии. И собрали средства даже больше, чем ожидалось, там были куплены танки, самолеты на эти средства. Еще такой был курьезный момент, что когда Михойлса принимали в Нью-Йорке, для него устроил особый прием профсоюз меховщиков, то есть, значит, изготовители изделий из кожи и меха, который в основном состоял из евреев. И они там подарили Михойлсу роскошную шубу, и вторую такую же шубу передали в подарок Сталину. И вот говорят, что Сталину уже очень не понравилось то, что вторую шубу ему, такую же, как у Михойлса, подарили. Он же тогда затаил зуб на него. А сопровождал Михойлсу в его поездке заместитель его по еврейскому антифашистскому комитету, поэт Ицик или Ицак Фефер. Фефер сотрудничал с органами. Это ни для кого не было секретом, и сейчас в литературе об этом пишут. Но, тем не менее, это не бесталанный был литератор, довольно-таки способный поэт. Я вот читал кое-что из его творчества, в том числе на оригинале. Ему принадлежат, например, такое стихотворение, известное «Биробиджанер Фрейлекс», посвященное строителям Биробиджана, и песня, известная «Их бин аид», «Я еврей», такая еврейско-патриотическая песня, которую ему вменяли уже, когда шло следствие за еврейский национализм. Ее исполнялся успехом впоследствии Эмиль Горовец, известный певец. Вот этот самый Фефер сообщал, чем там Михоэлс еще занимался. Видимо, там набрался какой-то компромат. И уже к концу войны руководитель этого еврейского комитета, туда еще входил, кстати, известный советский, значит, тоже политический деятель, старый большевик Соломон Лазовский, который возглавлял Совинформбюро. И вот они, руководители этого еврейского антифашистского комитета, у них в их среде возникла мысль, чтобы после войны создать на территории Крыма, освобожденного, еврейскую какую-то автономию, автономную республику. Ну, к тому времени уже существовала еврейская автономия в Биробиджане, на Дальнем Востоке, но они пришли к мнению, что это начинание не является успешным. Оно очень далеко, эта территория находится от места традиционного расселения евреев в Советском Союзе. Евреи туда едут неохотно, и вообще глухомань дикая, а вот Крым было бы совсем другое дело. Они проект там какого-то, значит, прошения на этот счет составили, и вышли с этим к Полине Семеновне Жемчужиной, жене Молотова, еврейке по происхождению, чтобы она передала это дело своего мужа. Это был 1945 год. В 1945 году еще антисемитская кампания не началась, и делу ход не дали. Но когда пошло дело космополитов, когда началась активная антисемитская кампания, три года спустя в 1946 году об этом вспомнили, вот это крымское дело очень активно, значит, использовалось как одно из основных обвинений против вот этого руководства ЕАК, еврейского антифашистского комитета. Затем следующие акции еще до начала всех дел уголовных там. В январе 1948 года Михоэлс был убит, но об этом, я думаю, все знают, во время командировки в Минске. Неизвестно только, почему Сталин не осмелился его впоследствии привлечь со всеми этими руководителями комитета, и не посадил, а устроили вот это вот покушение. Но одна из версий высказывается такая, что Михоэлс активно интересовался делами в семье Сталина. Там известно, что Светлана, дочь Сталина, тоже вышла замуж за еврея Григория Морозова, и говорят, что Михоэлс пытался там оказывать какое-то влияние вот по линии этих родственников еврейских. И, возможно, Сталин не хотел, чтобы это, так сказать, грязное белье выплыло наружу, и поэтому вот была устроена такая катастрофа. И когда Михоэлс был убит, уже ходили слухи, что это никакой не автомобильная катастрофа, а подстроенное убийство. В частности, Светлана Аллилуева та же самая в своих мемуарах пишет, что она краем уха слышала, как Сталин давал кому-то указание, говорил, автомобильная катастрофа, автомобильная катастрофа. Когда были похороны Михоэлса, к его дочерям Наталье Янине подошла племянница Кагановича и сказала, что дядя передал вам сказать, чтобы вы никогда ничего не спрашивали относительно того, как погиб наш отец. А руководителем театра после гибели Михоэлса еврейского театра стал актер, ведущий актер этого театра Вениамин Зузкин, который, вот кто видел его там, и даже я вот видел отрывки спектакля «Король Лир» знаменитого, где он играл шута, он считался там самым прям выдающимся. И действительно он, пожалуй, даже превосходился самому Михоэлса по своему актерскому дарованию. Но поскольку он был актер, он был человек очень такой нервный, тонкая поэтическая натура, тонкая душевная организация. И он очень нервничал, у него были постоянные депрессии, потому что уже было понятно, что над театром сгущаются тучи, уже идет кампания против космополитов. У него началось нервное заболевание, его положили в клинику, где его лечили так называемым лечебным сном. Было тогда такое популярное средство. И вот как раз во время сеанса этого лечебного сна его спящего увезли на Лубянку. Можно себе представить, какие чувства он испытывал, наверное, когда очнулся и понял, где он находится. И вот тогда-то, в начале 49-го года, и начался этот процесс, по которому проходили 18 человек лидеров этого еврейского антифашистского комитета. В итоге к расстрелу были приговорены Зузкин, некоторые там руководители аппарата, которых я там не буду называть, и цвет еврейской советской литературы. Фефер вышеупомянутый, прозаик Давид Бергельсон, поэт Перец Маркиш, и детский поэт Лев Квитко, и еще поэт Давид Гофштейн. Вот они были казнены, а единственным человеком из президиума этого комитета, которому сохранили жизнь, была уже пожилая к тому времени академик, физиолог Лина Сламонна Штерн. И поговаривали, что ей вынесли такой относительно мягкий приговор, там, по-моему, 5 лет всего ей вынесли, потому что она занималась проблемами старения и омоложения организма. И Сталин, возможно, надеялся, что она изобретет какое-то средство для его омоложения, или даже для вечной жизни, к сожалению. Ну, к счастью, до этого дела не дошло. А вот эта дата, 12 августа, всеми людьми, которые были причастны к еврейской культуре, разогнанной фактически, уничтоженной в Советском Союзе, хранилась вот как печальная траурная дата. И даже через 30 лет после этого события они напомнили таким примечательным способом. В начале 80-х годов, после долгого перерыва, в Москве вышел из печати словарь, русский идиш, то есть русско-еврейский словарь, над которым работала группа тоже бывших сотрудников еврейского антифашистского комитета, переводчиков, лексикографов, филологов. И в словарной статье на 12 августа они в качестве примера поместили, вернее, в статье словарной начислительной 12, они поместили пример 12 августа. А в других аналогичных статьях на порядке вычислительной таких примеров не было. И вот для тех людей, которые знали, это послужило знаком, вот что мы помним. И таким образом эти незаурядные люди, филологи, специалисты по идишу отметили память своих выдающихся коллег, старших товарищей, о которых тогда уже мало кто помнил. Но сегодня, благодаря усилиям различных еврейских организаций, мы о них помним и продолжаем чтить и изучать всяческих творчеств. Продолжение следует... Продолжение следует...